Нелегальная свалка. Третьи сутки горит на окраине Нижнего Новгорода и отравляет продуктами горения химических веществ округу. До ближайших домов всего несколько сот метров. Эта свалка в лесах рядом с московским шоссеем и полицейским постом на выезде из города росла несколько лет. Большие грузы ежедневно свозили туда в основном строительный, но был и бытовой мусор. И вот все это загорелось. Здесь несколько очагов очень мощных. Все это началось вечером воскресенья. К сожалению, пожарные не могут уже вторые сутки с этим пожаром справиться. Эта свалка существовала несколько лет. Ее организовали черные мусорщики, которые вывозили отходы через улицу Федосеенко и возле поста ГИБДД Орловские дворики с федеральной трассы М7 Московское шоссе по трем заездам. Вот вы лично здесь работаете. Вы же видели наверняка, едут груженые самосвалы. Заезжают в лес, выезжают оттуда пустые. То есть не возникало вопросов? Я занимаюсь своими служебными обязанностями. Я не знаю, кто там что и возит, понимаете? Все вопросы в пресс-службе, если есть какие-то вопросы. Вы бы не наблюдали самосвалы, как заезжают отсюда в лес? Девушка, я не обращал внимания, честно. Кроме самосвалов, тут смотрите, сколько транспорта. Здесь визуально можно считать около 10 очагов, причем от маленьких, локальных до очень крупных. И столб дыма поднимается на высоту 12-16 этажей. Вчера он шел сплошной полосой как раз вот на Орловские дворики. Сегодня он просто стал подниматься немножко выше. Видно, пожар тушит, тушит, но, к сожалению, сколько еще тушить будут, непонятно. Проблема в том, что, видимо, не могут все слои и очаги, которые локально в шахматном порядке расположены, как следует законопатить песком, который сюда завозится для изоляции тех отходов, которые внизу под нами находятся. Здесь очень много различного горючего. То есть мы видим здесь двери, мы видим здесь плитку ПВХ, мы здесь видим полимерные трубы, баллончики аэрозольные из-под бытовой химии, которые как раз в очаге могут взрываться очень даже хорошо. Огромное количество древесных отходов, то есть это забор какой-то был, это были какие-то сараи. К сожалению, все это очень хорошо горит. В очаге везде, третий день горит. Третий? Как думаете, сколько еще времени идет на то, чтобы тушить? Когда он начался, по сведениям какие-то? То есть кто говорит пять дней назад, кто говорит третий день назад? Пойдем, я тебе помогу. Стойте, стойте, вы же от лесной охраны. Сейчас руководство приедет, рассказывается. Руководство пока нет, а что это за земли вообще? То есть здесь вот, насколько нам известно, несанкционированная свалка. Лесной охране вообще было известно о том, что здесь находится? Что всегда мусор сводят. Без комментарий. Почему? Сейчас, телефон. Ну, слушайте, тут такая экологическая катастрофа. Лесная охрана, я думаю, хоть что-то должна сказать на эту тему. Данная земля находится под ведомством лесной охраны. Я не могу этого утверждать. Что вот за участок здесь загорелся? Известно вам что-то о нем? Нет. Здесь говорят, что несанкционированная свалка находится. Вот мы с экологом сюда не надо. И вот, пожалуйста. Лет пять как сюда мусор завозят. Как лесная охрана могла не знать об этом? Без комментариев я не знаю. А какой характер отходов здесь наблюдается? Вы обращайтесь в пресс-службу города Нижнего Новгорода. Лес мог бы загореться. Лес стоит сухой. И обратите внимание, сколько сухих сосновых веток лежит. Как порох. Пожар начал очень сильно распространяться. И дошел даже до кромки соснового леса. И фактически начался низовой пожар. Который был достаточно быстро потушен пожарной охраной. На данный момент здесь привлечены силы от Министерства МЧС. Это две единицы техники. Восемь человек личного состава. Оказываем содействие другим ведомствам по ликвидации данной ситуации. По причинам пока ничего не известно. Здесь также видите работы Министерства лесного хозяйства и администрации. Агрутина здесь будет останавливаться. Те, кто здесь рядом работает или живет, они уже надышались продуктами горения коммунальных строительных отходов. Дышать очень тяжело. Я вот болею, и мне очень было тяжело вчера. Это однозначно не просто там дрова какие-то. Там, наверное, вся химия. Это опасно тем, что человек может просто надышаться продуктами горения. Теми же самыми диоксинами, которые образуются при горении хлорорганических полимеров. Ну и, соответственно, если есть какие-то бронхолегочные заболевания, может получить более серьезное отравление. Кстати, к концу сегодняшнего дня пожарным удалось значительно снизить интенсивность горения. Жара сегодня спала и пошли дожди. Продолжение следует...